МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иоанна Притеченского монастыря. Добрый день. Отец Антоний, вот владыка Алексей имеет отношение не только к храмам и к православию, православной жизни в нашем городе, и ко многим другим городам в том числе. Вот скажите, пожалуйста, где родился будущий владыка, епископ Янатайский и викарий Астраханской епархии Алексей? Да, достаточно много владыка Алексей служил, и, собственно говоря, стал архиереем в Самарской губернии, там и родился, и прошел традиционный для тогдашнего священства путь. Он поступил сначала в духовное училище, потом закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, и долгое время служил в храмах Самары, и был сначала женатым священником, Санепротеерея. Так случилось, когда он был в Санепротеерея, его супруга почила о Господе, и он, овдовев, решил всецело посвятить о служении церкви, принял монашеский постриг с наречением имени Алексея, и уже в новом качестве стал служить, опять-таки, пока в Самарских храмах. Вот мы знаем, что в 1923 году владыка уклонился в обновленчество. Вот что такое обновленчество, и чем оно отличается, так сказать, от православной линии, от православия, и были ли там тоже честные, порядочные, хорошие люди? Ну, слава Богу, уже отличалось, потому что волна обновленчества закончилась где-то к концу Великой Отечественной войны. Это движение началось в начале 20-х годов, и, ну, собственно говоря, отчасти было поддержано и спровоцируемо новой советской властью. Нашлись, к сожалению, среди пастырей и даже епископата русской церкви люди, которые решили поддержать новую власть и служили, наверное, как говорил Иоанн Короштадский, не ради Иисуса, а ради хлеба-куса, и движим вот этими отчасти, может быть, каким-то страхом, да, умереть за Христа. Они, наверное, желают как-то оправдать себя. Организовали движение под видом такой демократизации церковной жизни, под видом обновлений, как они говорили, церковной жизни, отсюда название обновленцы. Радовали за то, что нужно отменить монашество, за то, что нужно... Епископат был выборным, за то, что он был женат, и так далее. По сути, это было прямое нарушение канонов церкви, стоящим расколом, и никакого отношения к истинной православной вере не имело. И, конечно, это было страшно, и, к сожалению, достаточно большое количество и простых мирян, и священнослужителей, и епископ был увлечен этим новым движением. Но благодаря тому, что нашлись такие ревностные пастыри, как наш тоже, мы говорили в прошлый раз об этом, архиепископ Фадей Успенский, которые обличали обновленческий раскол, такие, как священномученик Иларион Троицкий, который после возвращения в Сретенскую монастыря в Москве в луну православной церкви, осветил престол, как оскверненный после служения того обновленцев, все это послужило для верующих сигналом, примером того, что обновленчество – это уклонение от истинной православной веры. И епископы, и священники, пастыри, они стали постепенно возвращаться в луну истинной православной церкви, русской православной церкви, которую возглавлял тогда патриарх Тихон. Вот чтобы дать небольшую такую картинку того, что встречали уже священнослужители высшие иерархи церкви, которые приезжали на Астраханский престол, вот много ли церквей в Астраханской области тоже было подвержено обновленчеству? Достаточно количество, практически половина приходов в Астрахани, в том числе, было время, когда и наш антритический монастырь был в руках обновленцев. Шла постоянная борьба, было такое, что храм переходил от обновленцев... Из-за одних рук в другие, да? Из-за других, или там, например, был храм Рождества Преста Богородца, Верхний и Нижний, где сейчас сквер Пушкина, там стоял Большой собор, Верхним служили обновленцы, Нижним служили православные. И это было, конечно, страшное время. Страшное время, но благодаря молитве, опять-таки, наших священно-мученников и их исповедническому подвигу это все со временем достаточно быстро свелось на нет практически. А вот что же помогло Владыке Алексею, на ваш взгляд, понять вот свою ошибку и выйти из обновленчества, и вернуться как бы к православию? Прежде всего, искренность. Искренность веры. Когда человек искренне ищет Христа, ищет истину, ищет правду, Господь никогда его не оставляет без ответа. И даже если по каким-то немощам человек может где-то заглудиться, но ему хватает искренности и мужества признать свою ошибку, мы знаем, что Владыка Алексеев всенародно покаялся в Кафедральном Самарском соборе, когда он еще там в Самаре служил за свое уклонение в обновленчество. Это тоже мужество, это требует такой честности, но искренности перед Богом. И это качество, которое ему впоследствии, собственно говоря, и помогли. Потом уже в конце своей жизни принять смерть за Христа. Вот кроме Самары, да, Астрахани, он еще где-нибудь служил? Практически в 30-м году он уже, да, сразу Самар, он переведен на Астраханскую кафедру, хотя здесь он пробыл недолго, мы знаем, но очень полюбился астраханцам. Астраханцы, да, любили простых, доступных пастырей. И он был в итоге очень простым человеком, он был очень аскетичным человеком. И астраханцы потянулись к нему. В то время он был назначен на Астраханскую кафедру векарным епископом. А что такое векарный епископ? Сразу перебьют. Векарный епископ, ну, как бы, можно сказать, заместитель, помощник, да, управляющего епархией. И, ну, особенно в то время, во время гонений, во время смуты, очень часто так было, что на кафедру назначались два епископа, и один часто оказывался вдруг в заключении, то епархия управлялась другим епископом. Так было и в Астрахани. Правящий архиерей находился в то время в заключении, тогда практически епархию управлял адек Алексей. А вот почему получилось так, что он, как бы, не очень долго радовал астраханцев своим служением, несмотря на то, что, как показали и будущие события, они его очень любили и не хотели отпускать. Вот что стало причиной? Ну, во-первых, он своей жизнью, своей искренностью, он раздражал власть. И власть искренне хотела избавиться от такого ревностного служителя. Тем более он был примером как раз возвращения, покаяния человека от обновленчества к истинной, как-то назвали, Тихоновской патриаршей церкви. И власть всячески старалась от него избавиться. С другой стороны, ну, части, вот его, ну, опять-таки, его искренность, да, как бы таким предлогом для удаления вот астраханской епархии было то, что он купил стопку пищей бумаги, которая, ну, тогда вот началась уже антирелигиозная пропаганда, на которой было так выведено красиво, красными чернилами, что религия угнетения труждающихся масс. Владыка Алексей исправил, там, где было написано угнетение, он написал утешение. Это под таким видом, те письма, которые он писал, да, вот разошлись по стране, все это как религия утешения труждающихся масс. Ну, вот, как бы это послужило предлогом, чтобы его выслать из Астрахани, он попал в Сызрин. А вот еще какое событие произошло в Астрахани, которое показало, что народ его любит, вот когда возвратился предыдущий владыка, видимо, из мест заключения, и получилось так, что они оба, как бы, столкнулись, по-моему, в алтаре. Ну, не столкнулись, да, это как бы произошло некое недоразумение, Олег Алексеевич в службу, появился тогда епископ Андрей, и, ну, как бы, народ хотел, чтобы вот служил владык Алексей. Ну, надо сказать, что это тоже момент, он как бы связан, знаете, с тем, что в то время уже люди были, даже верующие, наверное, заражены вот этим неким таким духом мультарства. Я не думаю, что между самими еписками был какой-то конфликт, но люди вот чуть ли не там не митинг устроили, того, что вот мы хотим, чтобы был владык Алексей. Конечно, я думаю, что у самого владыки Алексея ситуация была крайне неприятна, да, и когда он был удален, наверное, был каким-то таким, такой был путь разрешения этого конфликта, но он был больше внешний конфликт, чем на самом деле между конфликтами, между еписками. А где владыка служил дальше? По-моему, он поехал в Сызринь. Ну, поехал, да, мы так говорим, поехал, на самом деле это была, по сути, ссылка. Ну, и, собственно говоря, закончился уже его деятельность уже в 30-е годы. Закончил с настоящим осуждением, он был арестован, он был выслан в Казахстан, хотя там продолжал еще свое служение, ему разрешали служить, он пытался как-то организовать приходы, а в Казахстане пытался их зарегистрировать в советской власти. И его деятельность, даже в ссылке, она была очень достаточно ревностной и самоотверженной. Вот последние дни как бы его крестного пути. Там же, в Казахстане, это уже был для многих, наверное, последний такой, как бы, один из переломных моментов истории нашей самой страны, 37-й год, такая очередная волна гонений на русскую церковь произошла. Ну, и, конечно, тогда многие те люди, священнослужители, которые избежали по тем или иным причинам расправу в 20-е годы, они пострадали в 37-м году. Также Владыка Алексея был вторично арестован, пока как-то тогда было достаточно распространенное спаврикованное дело, мнимое обвинение, и он был приговорен к расстрелу, и был расстрелян в 37-м году. А скажите, когда же Владыку Алексею причислили к лику святых? Такое тоже знаковое событие в истории русской церкви, 2000-й год, архиерейский собор, на котором был прославлен весь сон новомучеников и исповедников российских, и среди них был прославлен Владыка Алексея. Надо сказать, что тоже такой интересный момент, реабилитирован был еще в 58-м году. То есть, как бы, немногие наши епископы восподобились еще в советское время, было признана его невиновность и свободрекованность того дела. А вот скажите, пожалуйста, отец Антоний, как вы считаете, почему вот столь много, многие астраханские священнослужители, особенно те, кто возглавлял астраханскую кафедру, оказались у нас в религии святых, были прославлены? Вот что послужило? Наверное, как священно-мученики, да? Да, и как священно-мученики. Ты тоже думал об этом. Астраханский край, он, наверное, всегда был исторически, да, в некотором образом неспокойный. С другой стороны, вот пример нашего, наверное, самого почитаемого святого, да, священно-мученика Иосифа, митрополита Астраханского, пример такого исповедничества и верности правде Христовой. Вот этот пример, он всегда был, наверное, для всех астраханских епископов основополагающих. И на астраханской кафедре очень часто бы поставлялись люди деятельные, очень аскетичные, с таким духом истинного служения Богу, Церкви и людям. И ну, то время, да, время неспокойства, время очередной смуты, и все они практически вот так или иначе были исповедниками. Были исповедниками, были страдальцами за Христа, кто-то до конца, кто-то до смерти, кто-то, может быть, в меньшей степени. Но тогда было время, время очень страшное, время очень тяжелое. Слава Богу, что Господь не оставил астраханскую землю и вообще всю русскую церковь. и в лице этих пастырей мы сейчас находим молитвенников в себе и за нашу землю, и за всю русскую церковь. Ну и, наверное, отец Антоний, можно еще несколько слов о том, как вот вообще правильно нужно молиться и священному ученику Алексею, и вообще вот всем святым, которые были на нашей земле? Замечательные молитвы есть тоже священному ученику, собственно говоря, патриарху Тихону. Есть такие священные слова, где мы просим молитвы как раз о том, чтобы Господь сохранил нашу страну и нашу церковь от новой смуты, от новых нестроений, от новых церковных расколов, от новых междоусобиц, что действительно страшное время, когда руку поднимают обратно-обратно, поднимают руку и, наверное, гражданская война, это очень кровополитно, очень страшно и это обезображивает людей. Я бы сказал народ. И вот как раз мы молимся прежде всего священному ученикам, чтобы вот этого никогда больше не повторилось в нашей истории. А если вдруг Господь попустит таковому быть, чтобы всех нас хватило на то, чтобы оставаться всегда верными Христу, чтобы не заблудиться, чтобы быть всегда верными чадами Церкви Русской. Ну что ж, большое спасибо, отец Антоний, а я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин